А что делать? Если не пить, не жевать, не сосать, не грызть, то что тогда делать? И когда-то, когда было тяжело добывать еду, это было такое количество внимания на этот аспект, это было, в принципе, оправдано для выживания, то сейчас вовсе нет. Сейчас можно спокойно жить, делать все, что угодно другое, еду тоже с удовольствием. Особенно после Кадаши, первый глоток воды, первая еда, вы просто такого удовольствия никогда не испытывали до этого. Ну, кто долгий, там голод проходил, понятно, там вообще еще больше всплеск, там все вот эти вот вкусовые рецепторы, они сразу все поглощают, все, что в рот попадает после голода. Ну, в общем, это очень легко, не нужно придумывать. Ну да, но бывают дни, когда тяжеловато. Ну, даже у меня, ну, даже в том смысле, что я регулярно давно соблюдаю Кадаши, но даже бывает у меня, что вот, если, например, дома сидишь и нет никаких задач, то бывает действительно такое ленивое состояние или даже сонное. Ну, это вот выброс всего, что не нужно, там борется организм со всеми токсинами, которые отложились где-то, это прям мощная работа. Но в основном можно не менять свой график, не рабочий, не вот просто так же, как вы обычно активно там, если вы активно встречаетесь, общаетесь, вы можете это все продолжать. Это даже отвлечет ваше внимание от каких-то там процессов, которые организм будет производить у вас без еды и воды. И, соответственно, вообще никаких ограничений на деятельность. Спокойно, нормально встречаетесь, общаетесь. Более того, ну, я не только вот просто такая вот бытовая, потальная активность, но даже более мощная там какая-нибудь взрывная активная игра, как футбол, требующая выплаты. Там по два-три часа бывало я играл. И вообще, если не давать себе струбину, говорить, ну, я сегодня просто не поел, или вспоминать, как тебе говорили на физкульптуре, что мало каши ел, то вообще не от каши энергия. Вот, если у вас есть иллюзия до сих пор, что у вас энергия от каши, то с этим нужно очень плавно и плотно работать, потому что никакой энергии от каши нет. Есть какие-то привычки, то есть ваш желудок привык получать некую тяжесть, и вот тогда он посылает сигналы, что все, там, организм спокойно, сейчас не надо прямо экстренно искать пищу. Это было нужно для вызывания. В годы войны люди закидывали из себя хлеб из земли, обоиный клей там сдирали просто для того, чтобы вот желудок ощутил эту тяжесть и дал спокойствие. Люди не от... Ну, в общем, да, не будем там сейчас глубоко погружаться. Рекомендую ли я соблюдать экадаши? Нет, не надо, не соблюдайте экадаши. Никому не рекомендую, не советую. Дело слишком хорошее, слишком радикальное для того, чтобы быть достоянием всех. Сейчас у нас... Сейчас, секунду, ребят. Ольга? Здравствуйте. Ну, ничего. Спасибо. Это просто в анонс случайно попало, это онлайн-занятие, но вы присоединяйтесь. Есть, просто все занимаются онлайн, вы можете. Да, у нас сейчас еще одна участница присоединится. Ну ладно, достаточно.